Сегодня мы с вами посетим одну из самых интересных виноделин винного региона Аликанте, которая называется Энрике Мендоза. Это как раз тот случай, когда главное это вино. Да, есть исторические факты, легенды, семейная история, все как всегда, но в конечном итоге вино либо тебя впечатляет, либо нет. Так вот, вино Энрике Мендоза меня лично впечатлило, но давайте обо всем по порядку. Пока я буду летать туда-сюда над зданием винодельни, расскажу вам прелюбопытнейший факт. Оказывается, самое старое место в Европе, где делали вино, находится здесь, в провинции Аликанте, в городе Дэни. Раскопки показали, что вино здесь делают 6 века до нашей эры. Кто, спросите вы? Нет, не предки Энрике Мендозы, хотя это была бы красивая история, а финикийцы. Если вы слушаете мои подкасты про историю винной культуры, то наверняка знаете, что они, финикийцы, развозили вино и виноград по Средиземноморью задолго до греков и римлян. Ну, а теперь от финикийцев до наших дней. Прямо на входе в винодельню нас встречает скромная табличка, на которой написано Grandes Pagos de España. Не вдаваясь в подробности классификации, скажу, что этот статус можно приравнять к Гран-Кривбургундии, то есть это лучшее из лучших. Виноделин с таким статусом в Испании буквально три десятка. И мы сейчас находимся в одной из них. Сегодня четверг, 18 ноября. Мы находимся в провинции Ликанте, недалеко от города Альтеа. И мы можем посмотреть на виноградник и на виноградный куст, как, собственно, он выглядит в середине ноября. Несмотря на то, что, как бы, конец сезона и скоро зима, и, по сути дела, виноградный куст готовится к спячке зимней. Но если посмотреть на термометр, то мы увидим, что сейчас примерно 15-16 градусов тепла даже в ноябре. Виноделин Тут делают полмиллиона бутылок вина в год, что по испанским меркам немного. В линейке около 15 именований есть красные, белые и сладкие вина. Каждый раз, когда я приезжаю на винодельню, я пытаюсь найти нечто, чего я не видел в других местах. И мне кажется, что сегодня я увидел что-то интересное, что я могу вам показать. И то, что я раньше не показывал на этом канале. Вот это климатическая станция. Как видите, стоит она прямо на винограднике и помогает энологу предвидеть погоду, в частности осадки. А вот рядом стоит специальный датчик, который измеряет влажность почвы. Но это еще не все. Сейчас я сделаю стоп-кадр и приближение, и вы увидите вот этот прибор. Он меряет количество воды непосредственно в самом растении. Тут в Аликанте разрешен полив, так что на основе всех этих данных, вода в почве, вода в растении и прогноз, энолог может управлять поливом максимально точно. Кстати, вот этим лозам лет примерно 15, но рядом можно посмотреть, как выглядят лоза, которые далеко за 50. Посмотрите, какая толстая крона этих растений. Ну, а на самой винодельне я тут вас вряд ли чем-то удивлю. Все те же емкости, бочки и линии для разлива по бутылкам. Все это вы уже неоднократно видели в моих сюжетах из других виноделин. Тут все тоже стандартно. Пора дегустировать. Я попробовал 7 образцов. 2 белых, 4 красных и сладкое, тоже красное. Из белых мне понравилось больше всего бочковое шардоне, а из красных – эстречо и санта-роса. Одно из лучших вин – это винодельни. И, в принципе, одно из лучших из того, что делают из манастреля. Называется эстречо по имени участка с песчаной, ярко выраженной песчаной почвой. Это действительно нечто. Очень-очень богатый аромат карамелизированных фруктов, буквально варенья. С черносливом, с бочкой. Очень классно. Надо попробовать. Невероятное сочетание зрелости и свежести. Один из лучших реальных манастрелей, которые мне доводилось пробовать. Ну что ж, обязательная программа выполнена. Можно возвращаться. Напоследок сообщу, что лучшие образцы вин стоят здесь, на винодельне, 18,5 евро за бутылку. Да, вы не ослышались.